ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здарова, бандиты! С вами Чофф, и сегодня мы поговорим о лучшем тяже Германии ВК-4502 АУС-Б, он же ТЭПАК-Б. Но перед тем, как я начну вам рассказывать, какой-то танк стал охеренный, как он внезапно превратился из куска дерьма в сказочную принцессу, я вам хочу немножечко рассказать предыстории. Как же вообще так получилось, что ТЭПАК-Б когда-то нагибал, потом стал куском какашки, а потом вдруг обратно начал опять нагибать? Итак, ребята, в первый свой раз я ТЭПАК-Б начал проходить еще до введения французской ветки. Тогда он был на 9 уровне так же, как сейчас, но при этом вообще из всех тяжей 9 уровня тогда был только ИС-4 и ТЭПАК-Б. И в принципе, по тогдашнему балансу он был достаточно неплох. То есть, четверка и ТЭПАК-Б, они хорошо друг друга дополняли. У четверки были хорошие борта, у ТЭПАК-Б был хороший лоб. Но потом ввели французскую линейку танков. Барабанные, быстрые, картонные, и ТЭПАК-Б начал своими бортами немножечко насасывать. Но в принципе, все было достаточно неплохо, можно было еще играть, и пока что война большого не поднималась. Но потом разработчики ввели СТ-10, а потом ввели и ПТ-10, а потом ввели много других картонных, но быстрых и дамажных танков. А потом ввели СТ-9 уровня нового образца, у которых было не 220 пробития, как у Паттона или Т-54, а 260 внезапно. Да, это были косые орудия, да, это был Центрён и Леопард прототип. Но опять же, ребята, на 9 уровне 260 или 250 пробоя. И ТЭПАК-Б начал судорожно просто насасывать. Конечно, игроки писали разработчикам, типа, братюни, но вы посмотрите, что творится на штанчик Неаполе уже в течение трех лет. Он же просто потерял свою актуальность, делайте что-то. Но, как вы знаете, ребята, в отделе балансировки сидят просто шедевральные ребята, которые в эту игру не играют, но на все у них есть свое мнение. Поэтому ТЭПАК-Б, они очень долго неаполе. Но через некоторое время, когда уже Вайн поднялся до огромных небес и, видимо, нашелся в отделе балансировки или, может быть, где-нибудь рядом, человек, который сказал пацанам, ну, блин, ну что вы издеваетесь над теми тремя с половинами калеками, которые наконец-то решились прокачать Мауса. У них же ТИГР-П, которого голгою шьют в лоб. Альфа-ТАПАК, который неплохой, но требовательный от рук. У них ТЭПАК-Б, который насасывает на девятом уровне. И Маус, который насасывает на десятом уровне. Господи, ветка, наверное, одна из самых непопулярных в игре. После ветки советских альтернативных ПТ-САУ и, допустим, британских СТ. Сделайте же нормальный танк. И, наконец-то, они, ребята, сделали. Они, наконец-то, снизошли. И хотя сейчас идут уже разговоры о том, что ТЭПАК-Б это не исторично. Не могло быть 200 мм брони. Мы его уберем, поставим в прем или там куда-то на восьмой уровень его уберем. А вместо него будет какой-то прототип Мауса. Все равно, ребята, пока что ТЭПАК-Б офигенен. То есть, что сделали? По сути, ребята, сделали простую вещь. Сейчас вам ее покажу. У нас был лоб. Лоб был не самый лучший на уровне. То есть, если я не ошибаюсь, тут у нас было 130 или 140 мм, а тут у нас было 170 мм. И мало того, что 170 мм под таким не самым лучшим наклоном, это уже давно при нынешних плазмоганнах, извиняюсь, далеко не имба. Так и еще были тут слабые разные точки. Например, пулемет или вот это вот приборы наблюдения. Вот. Разработчики поступили просто. Они просто сделали 200 тут и 200 тут. То есть, броня у нас стала, допустим, как у некоторых танков 10 уровня. Например, как у того же акционного ВК-7201, который такой, ТАПК-ЛЕВ его называют, который за глобалку дают. У него тоже 200 мм ВОЛГУ. Только если ТАПК-ЛЕВ может отсасывать в стык, который 200 мм без наклона, то такого стыка у ТАПК-Б нет. И получается, что ВЛД у нас танкует ПТ 10 уровня. Да, пробитие может пройти, но опять же надо, чтобы повезло, чтобы вы как-то неправильно довернули. Или чтобы ПТ 10 уровня зарядила голду и вай-вай-вай насосает. Вот. Ну, НЛД, конечно, не такое хорошо бронированное, но опять же, ребята, там приведенки 200 под таким наклоном. Там 250-260, по-моему, приведенки есть. Поэтому НЛД у меня тоже очень хорошо танкует. Дальше они улучшили даже крышу башни. Вот тут вот, вы видите, есть такой наклончик. Сюда тоже ТАПК-Б пробивали. Было оно 40 мм, стало 60 и сюда, конечно, уже не так хорошо будет залетать. По крайней мере, не будут там работать разные правила нескольких трех калибров, если не не ошибаюсь. То есть, когда просто жаляешься, оно всегда пробивает. Теперь уже посложнее. Ну, и, конечно, лючок у нас как было и остался. Что, ребята, мы получили в итоге? В итоге ТАПК-Б из морально устаревшей машины, из машины, которая не нужна была брендами, он стал в прямых руках, знаете, он стал как Е25, как прям ПТ Е25. То есть, в прямых руках ебет все, что движется. В кривых руках, так же, как и было, насасывает, потому что борта картонные, лючок достается, пушка на девятом уровне одна и, наверное, из самых убогих среди тяжелых танков, ну и пробитие тоже не очень хорошее. Вот. Я, ребята, когда играл на этом танчике, я получал кучу удовольствия, потому что, несмотря на какие-то минусы, которые у ТАПК-Б остались, он просто офигенный. Ребят, вот почему я назвал это видео «Лучшая броня Германии»? Потому что в нашей игре осталось совсем мало танков, которые действительно могут танковать. ИС-7, СТ-1, Е75, если постараться. ТАПК-Б, кто еще? Кто? Ну хорошо, ТС-10Е5, и то это не совсем тяжелый танк, это полу-ТТ, полу-СТ. Там, конечно, есть броня, но вблизи он прошивается вообще без проблем. ТАПК-Б, это, ребята, экземпляр, который надо заносить в красную книгу. Это вымирающий вид, это вымирающий вид классического тяжелого танка, у которого, может быть, не самая лучшая подвижность и орудия, но броня, наконец-то, можно танковать, выехать, получить удовольствие. Потому что я, ребята, такой человек, который получает удовольствие от различных видов геймплея, от различных концепций разных танков. Я считаю, что танки действительно должны быть разные. Поэтому я хочу на некоторых танках вырываться, а потом мне хочется на некоторых танках танковать. И на ТАПК-Б, ребята, я танкую просто офигенно. То есть вот сейчас, например, вы видели, что я в течение всего боя танковал там одних танков, других танков. Вот сейчас я, например, танкнул Объекта 704, который меня стрельнул ББшкой. А Объект 704 на ББ, это сколько, БЛ-10, это, по-моему, 280 или 270 пробития. То есть вполне себе прилично. И ТАПК-Б вот в такой вот позиции за углом, ну это имба, это имба. Да, у него все еще остались слабые стороны. То есть, если на 75-ке ромб это ваше главное оружие, то на ТАПК-Б не вздумайте танковать ромбом. То есть ромб вам просто противопоказан. Первые несколько боев, когда, после того, как, по-моему, в прошлом или позапрошлом патче ТАПК-Б апнули, я пробовал где-то ездить полуромбом, да, хотя бы чуть-чуть делать. Ребята, этого делать нельзя, потому что ТАПК-Б, есть слабые борта, и кроме этого, там есть вот такая вот фишечка, сейчас я вот выстрелю и покажу вам, да, ну вот давай, вот стреляй, ну кого-то там, ну выцели уже, о, молодец, попал. Вот, ребята, тут есть вот такая тема, что если противник стреляет вам вот так вот в гуслю, то урон может пройти вот сюда вот, то есть вот снаряд вот так вот может залететь. Это, конечно, печальненько. И особенно, когда вы довернули, он может вообще вот так стрельнуть, и опять же все пройдет с уроном. И это очень печально. То есть, доворачивать даже чуть-чуть на ТАПК-Б нельзя. Единственное, что вы можете делать, это когда вы движетесь на хорошей там скорости, там, допустим, 25-30 км в час прямо на врага, и он пытается выцелить вам куда-то там в слабую точку, вы можете немножечко вот так вот носиком туда-сюда влево поклевать, ну там повертеть, вот. И то совсем чуть-чуть, потому что если перекрутите, опять же выцелит вас в каток или прямо-таки в бор. Но во сельном, ребята, ТАПК-Б это действительно офигенно сейчас бронированный танк, от которого я лично получаю кучу удовольствия. Вот. Если у вас грамотные руки, если вы любите танковать, если вам надоел геймплей на картонных танках, которые не могут танковать, то берите этот танк и нагибайте, потому что он действительно офигенен. И вот этот бой, ребята, это абсолютно доказывает это. Я тут оттанковал, ну, по-моему, все, что можно было, то и танковал. Конечно, это была не жопа списка, я признаюсь, это были в топе 9 уровни, не с десятками, с десятками было бы намного труднее. Но, опять же, ребята, ТАПК-Б, он может танковать даже, даже, даже десятки. И если вы смотрели видео на моем канале, там, где я на ТАПК-Б ездил, где-то там танковал, то бывают случаи, когда ты на окружной перевале выкатываешься на 5-6 противников, и из этих 5-6 противников тебя пробивает только 2-6-8 на голде, потому что там 400 пробоя, и Т-54, который зашел в борт. Вот, все, ИС-7, ИС-4, ИС-8, какая-то еще шелопонь, они все просто дружно заглотом отсасывают у брони ТАПК-Б, потому что броня у него просто офигенная. В общем, ребята, о чем это небольшое видео? Оно о том, что танчик мне этот очень сильно нравится. Оно о том, что этот танчик, пока его не перевели на 8 уровень, и не занерфили опять говно, и не поставили вместо него какой-то там очередной бумажный прототип, он хорош. Да, он сам по себе тоже, конечно, по-своему бумажный, его, если я не ошибаюсь, КБ и мини-серба придумала полностью, да, там какие-то были чертежи, но в реальности такого танчика не было. Но все равно, ребят, ловите момент, танкуйте, потому что, как я уже говорил, танкующих тяжей в нашей игре осталось совсем-совсем чуть-чуть, и учитывая, что голду, разработчики уже известно, что они выводить голду за серебро не собираются, то таких танков будет становиться, скорее всего, все еще меньше и меньше. Сейчас, конечно, рулят в нашей игре картонные танки с хорошим ДПМом и быстрой динамикой. Медленные никому не нужны и чаще всего никому не интересны. Но есть исключения. Это ИС-7, это СД-1, это Е-75 и это вот тапок Б с апнутой лобовой броней. Ловите момент, качайте его, пока он есть, танкуйте и получайте кучу стальных стен и кучу удовольствия. Вот такой вот мой вердикт. На этом, ребята, у меня все. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео, жмите лайк и пишите в комментариях, что вы думаете по поводу тапка Б и вообще танкующих тяжей в нашей игре. Есть ли у них будущее? Что их ожидает? Потому что, судя по тому, что разработчики, какие разработчики вводят новые танки, даже тот же Объект 260, то они нацелены именно на динамику и точные пушки, а броня это уже для них, считай, вторично. Вот. В общем, пишите, что думаете. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Удачных вам боев и сочных нагибов. Чао, какао.